Сыночек мой любимый, сердце тебе болит, писала Василия Шукшина и его мама. Вы уже решаете что-нибудь, сколько же можно? С дитями-то что будет? Я запутался в женщинах, милая мама, отвечал ей Василий Макарович. Запутался Шукшин к тому времени основательно. Женат был на Маше, ребенка родила Вика, с одной Лидой сыграл свадьбу, а с другой тоже Лидой закрутил роман. Вспоминала троюродная сестра Шукшина Надежда Ядыкина. Маша была необыкновенной красавицей, стройная, скромная, хорошо воспитанная, голоса никогда не повышала. Самое главное, была хорошо одета для послевоенных лет. Ее дядя с Дальнего Востока отправлял посылки, да и отец сработал в торговле. А Вася ходил в школу по принципу, есть что одеть, идешь, нет, дома сидишь. И все-таки из всех ребят, ухаживающих за ней, Машенька выбрала Васю Шукшина, который был первым парнем на селе. Непревзойденный рассказчик и отличный гармонист. Его обожали друзья, и по нему вздыхала не одна девчонка. Кубанка на голове, в зубах папироска, в руках гармошка. Так выглядел модный парень с 40-х годов. Они с Машей стали встречаться. После седьмого класса Вася уехал учиться в автомобильный техникум. После отчисления работал на стройках страны, служил на флоте, откуда его комиссовали с язвой желудка. И все это время они переписывались с Машей. После возвращения в родное село он захотел окончить среднюю школу. О чем в автобиографии напишет. Во все времена много читал. Решил, что смогу, пожалуй, сдать экстерном экзамен на аттестат зрелости. Сдал. Считаю это своим маленьким подвигом аттестат. Такого напряжения сил я больше никогда не испытывала. После чего Васю оформили ИО, директора вечерней школы, и по совместительству учителем русского языка и литературы. Теперь он и Маша стали открыто вместе появляться на вечеринках. Тут-то все и догадались, что молодые обещались, как говорили на селе, друг другу. Более того, у них уже есть близкие отношения. Ох, к таким девушкам отношение на селе было однозначно и жесткое, рассказывала подруга семьи Шукшиных Анастасия Пряхина. Если уж случалось такое, скрывали, как могли, и не жениться в такой ситуации было невозможно. Для девушки позор на всю жизнь, а парня проклянут, если сбежит. Шукшин уехал в Москву, чтобы поступить на заочное отделение исторического института. А сам поступил в Афгик и поставил невесту перед фактом в письме. Маша, остаюсь в Москве, скоро приеду на каникулы, жди. Когда он приехал на каникулы, Машина родня и его мать стали настаивать. Женись, не позорь Марусю, ей уже 25, а она все в девках. Да все уже знают про вас. И родню можно понять. Шукшин обхаживал Машу как минимум 5 лет, распугал всех ухажеров, а потом взял и уехал в Москву. Они и поженились летом 1955-го. Только в ЗАГСе разругались насмерть. Невеста ни в какую не соглашалась ехать с ним в Москву. Будем снимать квартиру, проживем, прокормимся, убеждал Шукшин Марию. У тебя, Николай, не двора в Москве, возражала молодая супруга. Куда ты меня повезешь, когда сам там на птичьих правах? Из ЗАГСа Василий пришел один, расстроенный, восклицая. Вот это женитьба, ну и женился. Маша собрал вещи и рванул в столицу без супруги. О дальнейшем рассказала мать Шукшина, Мария Сергеевна. Она самая хорошенькая была из ростинских девчонок. Васиным выбором я была довольна. Тем более, что и родители Маруси были уважаемые в селе люди. Ну вот уехал Вася в Москву вскоре после свадьбы. А там, видишь, какие люди. Особенно артистки. Вот и все, не вернулся к ней. Но Маша надеялась. Приедет снова на каникулы. И помиримся. Наконец отец Марии отправился в Москву разыскивать сбежавшего зятя. Там разразился скандал. Василий получил новый паспорт. Взамен утерянного. Без штампа. И делает вид, что не женат. С тех пор Шумские с Шукшиными на селе даже не здоровались. Машу в селе любили, поэтому и жалели. А вот Василия осуждали. По-деревенски. Не выбирая слов. Он писал брату, как хочет приехать на родину. Но нельзя. Потому что там сейчас сложная атмосфера. Писал, что вот, мол, поддался порыву. Пожалел девушку. И как все нехорошо вышло. Родные Шукшина отворачивались при встрече с Машей. И она переехала в другое село. Как-то он написал Марии пророческие строки. Последний год, когда я тебя поздравляю, не чувствую твоей теплой руки. Будь здорова, но несчастлива. Так и случилось. Здоровья хоть отправляй. А вот счастья не было. Мария выходила замуж еще два раза. Но оба брака были неофициальными. Потому что с Шукшиным она так и не развелась. Она сама не могла объяснить, почему не давала ему развод. Мария Ивановна окончила педагогический институт в Новосибирске. Всю жизнь проработала учительницей немецкого. Своих детей у нее не было. С мужьями тоже не везло. Второй муж Марии был пьяницей. Однажды, чтобы достать денег на выпивку, он продал ее книги. В томике Горького лежала фотокарточка Шукшина, которую он подарил ей 18 лет. Других его фотографий у Марии не было. Третий муж оказался неплохим человеком. И Мария, стараясь его не расстраивать, ходила смотреть фильмы с Шукшиным к соседке. С Шукшиным они встретились случайно через 11 лет. После этой встречи он напишет рассказ письмо любимой, который заканчивался так. Много лет спустя Мария, моя бывшая жена, глядя на меня грустными, добраны глазами, сказала, что я разбил ее жизнь. Сказала, что желает мне всего хорошего. Посоветовала не пить много вина. Тогда у меня будет все в порядке. Мне стало нестерпимо больно. Жалко стал Марию и себя тоже. Грустно стало. Я ничего не ответила. А Мария Шумская во всех интервью говорила о нем с нежностью. Почему-то я всегда о нем помнила. Иногда глаза закрой, а он у меня в глазах стоит. И даже с открытыми глазами я все равно его вижу. Молодого, веселого. И чем это объяснить даже не знаю. Она прожила долгую жизнь и умерла в 90 лет. До последнего вздоха считала себя единственной женой Шукшина. Несмотря на его предательство, на аборт, который ей пришлось сделать, на все его последующие браки. Ради которых он потерял паспорт с тем самым штампом. Она же свой хранила, берегла, не хотела менять, даже когда пришло время. Лидия Александрова. Я благодарна судьбе, что Шукшин исчез из моей жизни. Сама Лидия рассказала про свои отношения с Шукшиным так. Говорить, как и другие его женщины, что я была с ним счастлива, не могу. Большой талант и большая боль за народ, за Россию. Все это у Васи было настоящее, а не напускное. Другое дело, что любить Россию в целом, наверное, легче, чем одного конкретного человека. И что можно унижать и обманывать свою жену. Но лить слезы о судьбе русской бабы. Шукшин мог расплакаться, читая есеницкое стихотворение. Но когда я на его глазах чуть не умерла от тяжелейшего гриппа и спанки, он проявил редкое равнодушие. Он был многогранен и многолик. Но ко мне повернулся таким лицом, что врагу не пожелаешь. Для меня Шукшин это первая рюмка водки, первая сигарета, первая оплеуха, первый аборт. Первая подлость и унижение, с которыми я столкнулась в жизни. Мне этот человек не сделал ничего хорошего. Не подарил даже ни одного цветка в жизни. И я никогда не поверю ни одной женщине, что она была счастлива с Шукшиным. Никогда. В 1959-м Лидия приехала в Москву, чтобы поступить в театральный институт. Она рассказала. Приехала в 17 лет из подмосковной каширы в Авгик. Кровь с молоком, в сарафане и белых носочках, которые на весь этот сказочный мир режиссеров и актеров смотрят широко раскрытыми глазами. В первый год в Авгике меня звали Теленок. Итак, общежитие в Гика, пятый этаж. На одной из кухонь Кира Муратова варит кашу. И тут же я выглядываю в коридор. Поджидай, девчонок. Они должны принести мне продуктов из магазина. И вот на кухню заходит коренастый взъерошенный парень в сапогах, галифе и гимнастерке, подпоясанной ремнем. Как сейчас помню жест, каким Вася расправлял складки этой гимнастерки. Проводил руками с живота за спину. Именно это он со смущенным видом проделал, увидев меня. Как он потом вспоминал. Увидел и обалдел. У меня по телу прошла дрожь. Так все и началось. Василию тогда было 29, и он стал моим первым мужчиной. А пока у Васи в активе роли в фильмах «Два Федора» и «Простая история», плюс огромное желание любой ценой пробиться в Москве. Помню, как он старался произвести на меня впечатление. Пригласил на премьеру простой истории. Похвалился, что, мол, он к Мордюкову к нему неровно дышит. Эх, если бы я знала, что меня ждет. Пьянки, ревность дикая. А плюху мог дать. Потом прощения просил, а сам изменял. Что он женат, я и понятия не имела. Матери моей написал письмо друг семьи. Мол, я связалась с пьяницей и бабником. Мама примчалась. Провела целое расследование. Узнала, что Шукшин женат на одной сельчанке. Но он все отрицал. Сознался лишь через два года, когда я пачки писем от Маши Шумской в его чемодане нашла. А сначала так романтично начинались их отношения. С ее слов. Так называемая свадьба у нас была, а вот ЗАГСа и росписи не было. Отмечали у Вали Виноградова. Там же провели и первую брачную ночь. На другой день в общежитии Вася посадил меня на колени и говорит. Я умоляю тебя, будь со мной всю жизнь. Будь мне верной. Давай напишем эту клятву кровью. В окно светила луна. Мы вырвали листок из тетрадки, булавкой прокололи пальцы, выдавили кровь, и застренной спичкой написали. Я, Лида, клянусь. Я, Вася, клянусь. Мне казалось, что это гораздо серьезнее, чем штамп в паспорте. Хотя уже через несколько дней Вася бросил на пол листок с нашей клятвой. Растоптал. Лидия забеременела, и Шукшин даже обрадовался. Бросать ты этот в ГИК? Ну зачем тебе актерская профессия? Поезжай на Алтай к моей маме. Там родишь, будешь воспитывать. И что? Рожу и буду сидеть в деревне на пару с Машей Шумской? От беременности девушка избавилась. Как итог ее отношений с Шукшиным. В 1965 году я окончила в ГИК. Туда пришла 82 килограмма. Здоровая, жизнерадостная, наивная. Оттуда вышла весело 62. Измученная, матюкающаяся, разочарованная. Шукшин был многогранен и многолик, но ко мне повернулся таким лицом, что врагу не пожелаешь. Я благодарна судьбе, что Шукшин исчез из моей жизни. Так говорила актриса. Личная жизнь у Лидии сложилась неудачно. Она два раза выходила замуж и разводилась. Родила сын Дениса и известна больше под фамилией второго мужа, Чащина, Виктория Сафронова. У меня баба с пузом ходит, но жениться на ней я не собираюсь. В 1963 в жизнь Шукшина вошла новая женщина. Редактор отдела прозы журнала «Москва» 33-летняя Виктория Сафронова. Дочь драматурга и главного редактора журнала «Огонек» Анатолия Сафронова. Их отношения продлились два года. Про то, как складывались эти отношения, рассказала сама Виктория в мемуарах «Неизвестная об известном». «Заказали столик, и вдруг тут же заходит Шукшин», вспоминала она их первую встречу в Центральном доме литераторов с Беллой Ахмадулиной. У них тогда заканчивался роман, и это был их прощальный вечер. С ними были еще Андрей Тарковский с женой. Случайно или нет, но мы оказались с Шукшиным за столиками, лицом к лицу. И весь вечер смотрели друг другу в глаза. Хотя мне, в общем-то, не свойственна такая смелость. Потом он меня нашел. Я тогда только развелась с мужем, детей не имела. Жили мы с ним вместе, но Вася часто был в разъездах, на съемках. Я Шукшина очень любила. Потом с Васей что-то произошло, он охладел. И я поняла, что мы скоро расстанемся. Сказала об этом ему. И вскоре забеременела. Она долго думала, оставить ей этого ребенка или нет, и, наконец, решилась рожать. Недавно были опубликованы письма Шукшина к ней, и вот он счастливо пишет ей. «Родной ты мой пушистый дружочек, любая родная, спасибо, любимая моя, я помню, как мне легко с тобой, как хорошо и интересно. Милый, у меня такой девятый вал нежности, о нежности я всегда стыдился. Господи, я никогда столько сразу разных слов не говорил». Мне как-то гордо сейчас и радостно. Они оказались заложниками классового неравенства. И когда оба были представлены семьям друг друга, она его матери и сестре в сростках, а он убежденному партийцу и важному государственному чиновнику Сафрону в Москве. Эта разница проявилась особенно ощутимо. Беременную Викторию Василий тоже повез на Алтай, знакомиться с мамой. Шукшин сбегал к Маше Шумской, просил развода. И на сей раз Шумская сказала категоричное «нет». Дочь его, Екатерина, родилась в феврале 1965-го. Об этом событии Шукшин писал своему другу писателю Василию Белову. «Дочь-то у меня крошка, а всю душу изорвала. Скулю потихоньку и уехать бы, уехать. Да еще родилась, хорошенькая такая». Несмотря на ребенка, артист часто оставлял семью и проводил время с актрисой Лидией Федосеевой. «Он жил то с Лидой, то со мной», вспоминал Виктория Сафронова, которая позже, не выдержав, разорвала отношения с Шукшиным. Будучи взрослой, его дочь Екатерина Васильевна Шукшина рассказала. «Приходил, уходил, опять приходил, всегда неожиданно, без звонка, забирал маму, потом мама уходила, потом опять уходил, приходил, по деревенской привычке, ставя ватник в угол. И так много лет. Выросши, но не повзрослев, я спрашивала маму, «Что ж ты терпела?» Она один раз ответила, «Когда приходил, все остальное забывала». После разрыва с Шукшиным Виктория Сафронова долго была одна, а затем вышла замуж за писателя Вячеслава Марченко. Лидия Николаевна Федосеева, выпускница в ГИКа, была поразительной красоты, таланты и обаяния актриса, с которой Шукшин познакомился летом, 64-го года, в Крыму. На съемках фильма «Какое оно море?» Они ехали в поезде к месту, где должны были проходить съемки. И вдруг в купе неожиданно зашел Василий. Лидия в это время только запела «Калина красная», и он неожиданно легко в унисон подхватил песню. Так она взяла его за душу, что после у них был ночной разговор обо всем на свете. Съемки на юге и возвращение Шукшина к Виктории, от которой у него была дочь. Он метался между ними, пока Виктория Сафронова его не выгнала. Ради новой любви Лидия оставила первого мужа и маленькую дочь. В их семейной жизни было все. Страшные запои Василия Макаровича, прекрасные отношения со свекровью, любовь без памяти, ревность, обожание детей, побои, счастье, от которого аждул захватывал и многое другое. Алексей Варламов в своей книге Шукшин написал, цитирую, об этой женщине написано, снято, рассказано, наврано невероятно много. Ее семейной жизни с Шукшиным так и не было суждено остаться личным делом двоих, и очень многие, знавшие Василия Макаровича, не раз высказывались на эту тему, в том числе его ближайшие друзья Василий Белов и Анатолий Заболоцкий. Так Василий Иванович вспоминал о том, как Шукшин порой уходил из дома, как подолгу жил у Заболоцкого. В ответ на мой вопросительный взгляд Макарыч крякнул, «Да не могу я с ней сладить, вот кто ли сбежал!» Или, как однажды, приехав к Шукшиным в Свиблова, застал своего друга с бокалом сухого вина в руке, а у дверей стоял большой чемодан. «Мы разводимся», сказала Лида, заметив мое недоумение по поводу чемодана. Другая сцена. Когда я спросил Макарыча о причине очередного скандала, он отмахнулся. «Деньги? Бабам нужны деньги, больше им ничего не нужно. Я удочерил девочку, ну, ту, которая у Вики, а то больно уж шукшин мог две-три недели пить. Был агрессивный, буйный. Я выгоняла из дома всех, кого он приводил. На себе его не раз притаскивала. Был даже случай, когда увидела мужа лежащим около дома. А я тогда была беременная. Лифт не работал. Что делать? Взвалила на себя и потащила. Думала рожу. До этого два года у нас не было детей. Для меня это было трагедией. Когда же родилась Маша, он бросил на время пить. Дети его спасли. Он за десять лет нашей жизни только раза три от силы пять объяснялся мне в любви. Да и то от обиды или ревности. И вместе с тем хорошо знал меня. Понимал. Василий Белов после похорон сказал мне. Вася был счастливый, что ты у него была. Он мне это сам говорил. А я от мужа таких слов никогда и не слышала. А вот в своем интервью Нону Мордюкову рассказывала. Жили они хорошо. Я его не вижу и не слышу, говорила мне Лида. Он дома, но его нет. Встал, морду умыл и к своим тетрадям. Василий Макарович дочерей любил, но редко бывал дома. Впрочем, отцом Шукшину довелось быть недолго. В 1974 Василий Макарович согласился сниматься в фильме Сергея Бондурчука «Они сражались за родину». У актера были серьезные проблемы с сердцем и периодически обострялась язва желудка. Но он не решался замедлить свой темп жизни. Ночью, 2 октября, у Шукшина случился инфаркт миокарда. Он умер во сне в своей каюте на теплоходе Дунай. Со слов актера и друга Георгия Буркова, с которым Василий Макарович был предельно откровенен, однажды Шукшин сознался мне, что он тоже маменькин сынок. Недаром он так боялся мать потерять, умереть позже, чем умрет она. Мария Сергеевна в день смерти сына получила от него последнее письмо. Мама, родненькая моя, я жив-здоров, все в порядке, здоровье у меня нормально. Вот увидишь в картине, я даже поправился, все хорошо, родная, за меня не беспокойся, я серьезно говорю, что хорошо себя чувствую. Заканчивалось письмо припиской, сюда больше уже не пиши. И тогда она стала писать ему письма в никуда, и эти строки спокойно читать невозможно. Она пережила своего ангела, как она его величала, на 4 года. Если вам было интересно, подписывайтесь и не забудьте нажать на звоночек уведомлений.